Доводила идея бесконечности. Ну хорошо, а дальше, а дальше, а дальше. Понимаете? Уже более зрело в возрасте, особенно после ранений, после того, как я умирал, я был реанимирован, я вдруг понял, что природа именно так нас и создала, что именно вот это представление о бесконечности нам не дано. И что в этом есть определенно глубокий смысл. Почему? Потому что если бы мы знали окончательный ответ, мы бы лишены были свободной воли выбора между энтропией и созиданием между хаосом и космосом. А видимо, чему-то, кому-то, по образу и подобию, это не в смысле бровей и носов, а в смысле сопереживания созидательного момента, мы кому-то действительно адекватны. И это не что. С большой буквы. Дал он нам именно эту свободную волю. Потому что эксперимент именно об этом. Необозримый, грандиозный эксперимент именно об этом. О свободе нашей воли. То есть чистота эксперимента в замысле нам не ясна. Но в проявлениях она нам ясна. Именно об этом. Причем эта битва происходит каждую секунду. Каждую. Ну, вот я сейчас встану за вином. Или возьму сигарету. В этом присутствует моя свободная воля. Допустим, нельзя курить, закурить или не закурить. Быть аскетом или не быть аскетом. Принять такое решение. Каждую секунду. Вы понимаете? И это очень интересный момент. Который именно подтверждает небессмысленность существования. Потому что если существование было бессмысленным. С точки зрения человека. То тогда зачем свободная воля? Тогда все было бы определено как с кристаллизацией структур. Допустим, вы понимаете, как с прорастанием коралла. Где просто заложен некоторый математический закон. Вот дана свободная воля. Это как раз и есть наиболее, я бы сказал, мистическая проблема. Даже не выбор религии. А вот это ощущение. Это такое двуединое чувство вседозволенности и недозволенности. Каждую секунду. Проблема выбора. Вы понимаете? И это не только христианство. Это вообще заложено во всех религиях просто с другими знаками. Во всех нравственностях. И это как раз и есть, по-моему, ответ на то, что, скажем, Генри Гейна сказал, что вата тролль, что мир бессмысленен, как творец и мироздание. Да, бессмысленен. Но вот смысл как раз в том, что при всей бессмысленности конечной, есть смысл каждой секунды. Как у Киплинга наполнен смыслом каждое мгновение, часов и дней неутомимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение, тогда, мой друг, ты будешь человек. Это его завещание сыну. Это длинная, замечательная вещь. Вы не знаете этого состояния, нет? Есть, да. Помните, да? Сыну. Будь сон с собой, с врагами, с друзьями. Я же умер. У меня была зафиксирована клиническая смерть. Вас здорово ранило так? Здорово. Куда? Ну, пуля попала в группу, разрывная, вышла сзади. Это осталось? Где-то это напоминает? Ну как? Конечно, осталось. У меня появит позвоночник, у меня нет трех ребер, у меня шея села на два сантиметра. Конечно. Это же даже в документах описано, я же был реанимирован. Реабилитирован? Реанимирован. Реанимирован. Я клинически умер. Но когда вы смотрите на себя в душе, это уже не фиксируется в сознании? Нет, сейчас нет. Но дело в том, что, во-первых, вы просто можете почитать документы. У меня все документы есть. Документы у вас на теле, наверное? Нет, ну книжка, которая описана обо мне, это человек на основании документов, пишет. У меня же что было? Я, у меня была очень странная романтическая история, почти неправдоподобная. Вообще, я должен сказать, что вся моя жизнь, это похоже на то, что какой-то писатель с очень плохим вкусом пишет законченную новеллу, но с очень плохим вкусом. Ну, например, скажем, вот такая новелла, что поссорился с премьерами, поставил ему надгробие. Если бы этого не было, то же не могло быть. Выгнанный из Союза, как не патриот, и через 25 лет посмертно получил орден Красной Звезды. То есть, если бы этого не было, это же пошлая новелла, правда? Должен выкупить свои работы, собственные, чтобы... Ну, это уже мелочь. Такая же новелла, например, если бы она не была подтверждена документально, я отказывался об этом говорить. Ну, скажем, Асуан Дамп, выгнанный отовсюду, поставил там, неважно. Скажем, это было так. Когда я попал в госпиталь, меня мыла моя нянька бывшая, которая увидела родинку, у меня родинка, какое я десеет, настолько литературно, что решила, не я ли это. Увидев Эрнст Неизвестный, ну, я был Эриком в детстве, но Эрнст Неизвестный, она поняла, что это я, и она начала меня обхаживать. Она за мной следила. Ну, а поскольку я был очень тяжело ранен, позвоночное ранение, у меня была бесконечная боль, и она меня колола наркотиками, у меня до сих пор рваные вены. Нелегально, чтобы эту боль снять, просто как милосердная крестьянка. Значит, не врач. Значит, давала мне люминалы, так что я пил люминал, вот такой стакан, и половина люминала, или третий, я уж не помню там. И, значит, я помер, я помню, как это было. Меня оставила боль, абсолютное блаженство, тишина и не страшно. Обход, я слышу, врачи разговаривают, что я умер, я сын хирурга, летальный исход, и так далее, какая-то там латынь, но вообще я понимаю, что вы умерли. Я хочу сказать, что нет, но у меня нет никаких возможностей. А я был закован в гипс. Меня понесли. А ребятам, которые меня несли, было тяжело меня нести, а надо нести было в морг. Они взяли меня и бросили с лестницы, чтобы не таскать. Тяжело просто. С заморожей санитарой. Они меня бросили вниз и ушли. Но разбили гипс. У меня сдвинулся позвоночник, и болевой шок меня оживил. Я начал орать. Пришла няня. Меня нет, она пошла со мной прощаться. А я там ору. Меня достали, сделали укол, я выжил. Вот вся история. Вы это сняли? Конечно. Она зафиксирована документально. У меня есть история болезни и письма этой няньки моей маме. Где она все это описывает? Конечно. Вышел ресурс, возможности, восприятия того, что многое зависит от Столового. Он сказал, что он подумает, и прежде всего будет за это вот с вами. Видите, у Столового есть яблоко. Поэтому у меня единственное намерение у меня никаких. Потому что я все намерения починил желанию пообщаться с вами и с этой кассетой. Ну, я просто был бы вам бесконечно выгадать. Да. Ну, даже у хозяина. Нет, не души. Все ушли. Вы все. Складывайте, да? Да. Потихонечку складывайте. Давайте. Да. Хватаем, где лук. Д, 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 Д. Д, Д. А где у вас гостиница-то? В Райл-Квинс. Это не Манхэттен. А не так далеко. А вы что, такси берете, да? Да. Да. Панам... Панам Мотор-Индж. Это от фирмы Панам. Они у вас просто арендованы, видимо, да? Специально. Специально набираем. Чтобы пройти. Да. Ну, пьет к Джону Сквер. И это остановка такая, Джону Сквер? Последняя. Так. 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 Угу. Хорошо. Значит, угол 9-й стрит и 6-й авеню. Авеню Америка. Написано B. Сидь в сторону Джону Сквера. Третья остановка. И там... Последняя остановка. Да. Ну, не ваша. Последняя. Да. И там вы меня... Да. Да. Там один выход. Ага. Ну, хорошо. Значит, я приеду и вы стоите первого вагона. Ага. Так. Ага. Ага. Это точно. Это точно. По спокойным американским. Договорились. Через минут двадцать. Хорошо, Саша. Ладно. Салют. Нет. Нет.